Тепла хватит на всех! Такая мобильная котельная способна отопить 5 больших девятиэтажных домов. В Самаре таких передвижных теплостанций 6. 4 принадлежат городским властям, 2 теплоэнергетической компании. Коммунальщики тренировались сегодня работать слаженно. Мобильные котельные развернули возле двух домов на Смышляевском шоссе и улице Дальняя. Проверить оперативный служб приехал вице-мэр. Для того, чтобы персонал был обучен и могли в кратчайшие сроки дать тепло по резервному теплоисточнику. Заглянул Владимир Василенко и в квартиры, чтобы убедиться, что все в порядке. Вот стоит, здесь мы модуль поставили. А, вот это? Да, да, да. Вот в случае, если заводская котельная, скажем так, перестанет топить, мы вождем перехватили на модуль. Хорошо идет, градусов 60. Мобильные котельные работают на дизельном топливе, но в тренировках участие принимает и служба электросетей, чтобы в случае неполадки можно было заменить питание на альтернативное. При коммунальной аварии такие теплостанции – это реальное спасение. Они подключаются к домам и подают тепло. Данная тренировка позволяет больше отработать взаимодействие между нами и всеми службами города. Жители многоэтажки на Смышлявском шоссе, где сегодня проходили учения, уже на себе испытали преимущество мобильной котельной. Два года назад здесь произошла коммунальная авария. Без тепла остались почти 150 квартир. Тогда люди обратились в районную администрацию. В течение нескольких часов мобильная котельная уже стояла у их дома, а батареи в квартирах начали нагреваться. В любой момент они могут выручить. Так что очень хорошо они работают оперативно. Внутри небольшого, на первый взгляд, пургона жизнь кипит. Работают котел, насосы и другое оборудование, необходимое для подачи тепла. Огромное производство в мини-формате. Машины с оборудованием стоят в разных частях города, чтобы максимально быстро реагировать на аварии. Такая теплостанция полностью готова к работе всего за три часа. Она удобна тем, что можно ее доставить практически в любую точку и подключить, чтобы объект сразу получил теплоснабжение. Работать такая машина может на протяжении всего отопительного сезона, но, как правило, такой необходимости нет. Максимальный срок ее использования – три недели. Подобные масштабные тренировки в Самаре проходят ежегодно. Мария Левина, Максим Гусев, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова